Внутри образа себя существуют различные доминанты, существуют различные импланты мощные, которые отвечают за здоровье, за отношения, за финансы. Причем там очень много подвидов, все они вступают в связь друг с другом. Это все образует такой определенный рисунок, образ себя, то есть описательная система, и внутри всей этой описательной системы ключевое ядро – это образы себя. Как только вы попытаетесь что-то, что вам помогло, раз, прибегнуть к нему как к спасительному ключу, матрица обязательно считает это как слабое место и встроится. Мы обязательно остановимся на том, как вообще реальность воспроизводится, благодаря каким механизмам. Проекция, она действительно выглядит как человек, она абсолютно точно так же действует, но в центре вашей реальности есть только вы сами, никого другого там нет, потому что внутри вашего дыхания есть только вы, и вашего дыхания нет, и не может быть в других людях, или в ситуациях, или событиях, или в объектах, или субъектах. Не улавливаться в какие-то ментальные концепции, в ментальные идеи, в ментальные ловушки. Стать самой жизнью, а не оживлять собой идеи, не оживлять собой концепции, не оживлять собой ментал. Вот в этом разница пути без пути от себя к себе. Когда человек встречает самого себя, когда он становится не просто сам в себе, но становится собой, то он обретает всю ту гамму, которая присуща абсолютно, чистоте абсолютно. Когда человек находится в правде, то его, вот эти невидимые процессы и нейронные связи, они выстраиваются в унисон, то есть они работают слитно, не конфликтуя. Какой важный момент все-таки, на чем мы остановимся? Это есть, это сброс настроек, factory default, о котором говорилось в первой встрече, в первой беседе. Мы сегодня с Яной попробуем разобрать это на примере. Путь без пути, у него нет линейности. Это от момента к моменту, это вознесение, это расхлопывание и поднятие, это расширение, это выхлопывание из образов себя, это выхлопывание из отождествления с иллюзией, отождествление с личностью, это отождествление с персонификацией. То есть вы выхлопаетесь из всего этого. С матрицей подружиться и стать не на короткой ноге, как думают некоторые магии, невозможно. То есть если какое-то время она делает такую замануху, что дает тебе какую-то силу или власть, это только на время для того, чтобы потом забрать в несколько раз больше. И ты потеряешь все, включая сама у себя и способность на освобождение, на даже узнавание, что ты у себя когда-то был и что ты себя потерял. Критическая масса ментала всегда приводит к тому, что организм дает сбой. Как только вы увидите свои попытки убежать от болезни или прибежать к здоровью, уловите это, это начало провокации, это начало игры ментальной, которая вас крадет у самих себя, которая ведет вас в ту игру, в которую вам не победить. Обуславливание поиском защиты усиливает жертву. Сразу еще раз повторюсь, что пробовать играть наоборот с матрицей методом от противного тоже не работает. Ни в какой роли вы здесь не победите. У человека есть описательная база, как он себе представляет благо. Естественно, он налагает этот отпечаток на свое восприятие, на свои ожидания, и потом это сравнивает, и у него появляется, естественно, разочарование. То есть депрессия – это как раз несовпадение желаемого и реального. Вот почему ни один источник не может транслировать ответ, который так упорно ищет личность. Ответ может быть только уловлен на уровне ощущений. Он может быть осознанным, он может быть ощутим фактом себя, но ни в коем случае не воспринят посредством мыслей. Моя задача и задача этого проекта не в том, чтобы вам дать теорию вместо других теорий, которые у вас существуют. Ни в коем случае. Потому что это будет слово против слова. И это ни о чем. Задача, почему именно живое слово? Это то слово, которое не произнесено и даже не подумано еще. То слово, которое есть вы сами. То есть то ваше ощущение фактом себя. Вот именно это я называю уже слово. Субтитры сделал DimaTorzok